ех значит хорошо ребята открываемся отлично нет у любого листа есть страница нет я имею ввиду бет мы уже тогда начали? да точно, мы начали с самого начала, а потом прервались так что сейчас мы вот это вот бет начали? вот бет, да, 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 семан бет, тануру банану да, мы начали в этом разбираться и не забыли потому что я увидел, что шмой спит и даже, кажется, немножко похрапывает извините, шмой, я наружу это старый значит, значит так вот у нас наша стандартная ситуация, да, которую мы всегда обсуждаем вот LFL более-менее посвящен день да, когда юнтов лежит непосредственно перед суббот так, а это что у нас такое дрожь шалом вай фай? слиха не знаю что хочет-то? вай фай мало вай фай хочет, хочет не знаю отрезать полкило или какую-нибудь дарим а причем муд а причем а причем тон а кто вообще такой? ну конечно окей хорошо давайте двинемся в сторону в сторону наших баран а что он прям торчиток не уходит да? уходит хорошо состры окей итак значит еще раз юнтов правильно попадают на перед субботой теперь нам очень хочется значит перед субботой нам нужно делать много разных вещей да? мы этого сами не учили но это так особенно создающие люди все прекрасно хорошо понимают вот делайте рубль а и кстати по худым знакомствам значит наш этот самый пищевой он в сущности ничем не похож на вся другие рубль так но он до кучи называется тоже иру но сейчас в следующий раз про два других рубля иру хацерот это иру хацерот он же шитов скорее всего я думаю имеется ввиду вот то что мы называем ируом как бы просто иру да то есть там понесение города некой общей виртуальной стеной положение там некоторого так сказать общего продукта да он же делается с помощью именно все эти иру кстати все-все-все-все три ируа которые вы питаете делаются именно с помощью продукта значит наш иру о котором делается здесь речь это иру да он делает понятное дело мы там что-то варим до того и потом к этому прикладываем там другие иру хацерот или и слэш шитов это объединение это действительно смешение это и есть собственно ру в том смысле что это мы смешиваем владения мы на субок отменяем как бы частные владения становится колхоз колхоз все общее это является одним большим двором поэтому можно найти вещи это представление теперь третий рух это рух он вообще не похож там никуда не смешивается он не похож на эти два руха если заранее знаешь что в эту конкретную субоку тебе нужно будет да субоку нельзя отходить от города больше чем две тысячи локций да значит если заранее знаешь около километров если ты заранее знаешь что тебе нужно будет пойти например в соседнее селение ну туда и оно не за две тысячи локций а скажем за три так как ставишь там мангутюна на полгороде совершенно верно да значит ты можешь дойти до субоку за за год дойти до пройти вот эти две тысячи локций положить там условно банку туна да ну или еще что-нибудь не знаю вот и тогда в эту сторону сможешь идти в два раза в два раза а в другую сторону может а сколько работает а сколько работает идеологически идеологически работает так там где ты положил банку туны ты 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 говоришь даже специальные слова памятного там где ты положил банку туны это не граница города это считается местом твоего пребывания ты как бы там живешь в эту субботу условно говоря в банке туны да значит ну где где ты кушаешь там значит оно там это вот там а от твоего жилища тебе понятно можно идти на две тысячи локций в любую сторону значит теперь тебе нельзя в ту сторону тебе нельзя вообще ходить сейчас это две тысячи локций не могут идти от границы или от границы города вообще говорят границы города но если ты сделал себе символическое живище вот тут уже то это и есть тот город в котором ты живешь этот город из одного человека из одной бабки пункта реально состоит вот но условно говоря что ты живешь здесь в городе ты можешь находиться потому что он на двух тысячах локций от этого места но ты можешь находиться в другую сторону от две тысячи локций туда тебе собственно и надо в шаббат в шаббат зачем ты зачем ты мало ли зачем ты обычно рисуют ситуацию когда туда приехал заешь жираф и читают ужасно интересную лекцию в это самое субботу что значит почему потому что потому что представим себе да это хороший вопрос но он немножко не совсем your internet connection is unstable классно это вот чувак чувак украл у нас вай-фай весь весь съел съел весь вай-фай а вы в этом действительно что вай-фай на вампир ну не знаю короче может это уже скончает скончает какую-то фигму да а значит вопрос не праздный он немножко относится к нашему но я его быстренько объяснил представь себе что ты ночуешь в пустыне вообще вот ты идешь в субботу да ну в субботу ты никуда не идешь понятно да но вот в пятницу в пятницу вечер тебя застало в где-то месте в пустом там никакого города нет ты стоишь в палатку теперь что является твоим домом? палатка совершенно верно значит в нашем как бы в нашем я даже есть была есть одна знакомая которая писала про эту диссертацию про еду про еду как бы сочинение не знаю писала ли она про это но знаешь у нас есть как бы некоторое такое символическое пространство так сказать семантическое так сказать поле да конечно потому что с точки зрения банального зрелого смысла кажется что палатка например символизирует дом гораздо больше чем банка да конечно все верно все верно у нас палатка замята немножко другими домами палатка символизирует у нас вообще дом в другом смысле секс секс ну конечно палатка 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 шатер дом вообще слово дом символизирует жену как бы да дом это жена да и шатер это жена это все мило конечно это как бы это тоже очень важная речь как бы и все вот это вот но дом в смысле в смысле того места в котором ты как бы официально находишься в руках это 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 твой твой сэндвич а то есть официально дом в другом для жена это сэндвич да а если бы у тебя не было ну если бы у тебя и вряд ли была бы жена да но как бы если бы у меня не было но так и че это значит дом что нет вот в этом смысле дома нет а вот в том смысле в котором суббота дом есть и он там он находится там где пища почему он не знал но почему почему на глубоком уровне почему не знаю я не реально занимался серьезным вопросом но у меня есть знакомый который про эту децептацию написал и я не знаю что там написано но как это но как это дело не дороже дело ну дело каком то то я не знаю а каком то да вот а что что ну это я уже пытался я думаю что речь на какой как уют такой ну такой первертивный немножко понять об уюте конечно в смысле пожрать вот ну короче короче да все вот эти вот вот вся вся наша жизнь вот которая которая у нас в нашем трактате и в нескольких других как бы трактатах разворачивается она называется грубо говоря тут как хлеб тут пускасами слушай а меня всегда учили что шофер это изучение ТОРа ну прости пожалуйста меня всегда учили что шофер это изучение ТОРа там это тоже есть но потому что ТОРа потому что дело в том что ты когда не записывайте это значит нет может ты записывай кстати это располнули прямо написать когда ты изучаешь ТОРа то ступаешь к ней в священный брак это это написано действительно много где я могу это поддержать это не это что все там все взаимосвязь да там чудовищная эротика да нет а то же храм ты говоришь не храм это тоже странно да да конечно не не я не 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 я не не спорю я просто просто головой оттуда ноги растут ноги растут там из двух основных исконтов про пожаловаться про ну понятно вот так вот вот мы сейчас пропожжать вот а про это самое многое другим друге ну вот например уже будет а там как раз много ну не в этом, короче не в этом, значит короче, значит, еще раз все понимают, что такое русский? уже хорошо значит, теперь а первая рука, которая обычная это обычная, это целая рука рука целая значит, и так брак это как? да, конечно граница города, она не официальная граница города она техническая граница города обводишь, ну, условно говоря на карте обводишь все все дома, которые в городе есть это и есть граница города конечно, коррупцию еще к коррупции вообще не имеет это оно и он и есть он и есть грубо говоря грубо говоря, да но там есть свои там есть свои тонкости мы сейчас не в трактате РУВИ слава богу потому что он потому что он существует в Вене и вот там там это еще он подробно написан он, кстати, существует на русском языке ребят отчасти в моем переводе ну, небольшой часть вот, какие-то ребята в Москве издали уже по-русски я помню, кто издает Шаббат и РУВИ проходит Шаббат и РУВИ существует и обнаружили там каменоломню Гривен Гирот мы, естественно, начались раскопки я помню, на всем заборе висели таблички, что вот за этим забором рух кончается ну да то есть, грубо говоря, предмет это можно носить внутри рух и цирок а чисто ногами ходить в пределах рух но уже ничего не неся нет, ничего не неся поэтому уже делаешь поэтому там через каждую полу метра где-то еще и бисели да да, и так значит, братья наши такая ну, полчаса мы братья тут же если праздник попадает на перед Саббатом на канун субботы в него в этот самый праздник то есть нам было бы очень соблазнительно поскольку в праздник все эти заморочки как бы вроде как не действуют да нам было бы очень соблазнительно прямо в этот самый праздник и сделать все вот это вот вот это делать нельзя да, надо делать перед праздником Хотя, самое правильное, это отчасти бессмысленно. «Ло и рвейтхумин, ло и рвейхатсуро». Рабиумер. «Мя рвейн, рвейхатсуро». «А верло и рвейхатсуро». «Митнися та осробы давала осудло». Что? Протовшелил? Протовшелил все более-менее ясно. Протовшелил все более-менее ясно. Протовшелил изначально как бы устроен так, чтобы делать что-то до праздника, с тем, чтобы в праздник готовиться на субботу. А тут он говорит, ну раз уж мы сказали слово «эруф», ну так давайте еще обсудим вот это вот. Раби говорит так, «эруф хатсуро» ты можешь сделать, а рвейхатсуро не можешь, потому что ты… Потому что можно человеку запретить то, что ему запрещено, но нельзя человеку запретить то, что ему запрещено. что значит последнюю фразу? Последняя фраза значит буквально следующее. В Йонтогу «эруф хатсуро» не действует. Да, ему, например, он не нужен, да, ходить по городу может безвозмездно, в смысле без препятствий. и носить предметы тоже. Это мы уже выясняли много уроков назад. А «эруф тхумин» действует. В смысле, «тхум», субботний «тхум» как бы действует, выходить за пределами тысячи этой локтевой зоны. В Йонтог нельзя. В Йонтог нельзя. В Йонтог нельзя. Если в Йонтогу не действуют законы ограничения на переноску вещей внутри, то есть как бы у него есть автоматический «эруф» вот этого хатсуро, то ты можешь осуществить этот «эруф хатсуро» на близлежащую субботу. Но коль скоро в этот же самый Йонтог, если ровно такие же законы по поводу тхума вокруг, по поводу области вокруг города, то ты «нет» не можешь сделать «эруф тхумин». Но это же очевидно. Я никак не понимаю. Зачем об этом говорить? Что значит очевидно? Кому это делать? Да нет. Это спор вообще-то. Это спор другого субъекта. Стой, нет. Я не понимаю. А, то есть это еще они не решили? Кто это они? Подожди. Вот эта фраза, то, что ты сказал, что если в Йонтог… В Йонтог можно выходить… Действует этот тхумин? Действует. Так, если он в Йонтог действует, так, разумеется, во время него нельзя сделать… Хидуш там не в этом. Хидуш там в том, что можно сделать «эруфа цирот». Потому что «иа таусе» – это «маш мутару». Нет. Еще раз. Разумеется. Это не только не разумеется. Это объект спора. Да? Танакама считает, что «эруфа цирот» делать вообще нельзя, несмотря на то, что он может препятствовать свободному снимать эти вещи по городу. А араби считают, что можно. А, нет. Что? Что очевидно? Нет ни одной очевидной вещи, ребята. С чего взять, чтобы толкнуть на какие-то очевидные вещи? А мне просто показалось. Это тебе зря. Да. Да. Ну, вот. Нет. Значит, они оба разделяют мнение, что то, что запрещено, запрещено. Да? То есть «эруфа цирот» сделать нельзя. Но Танакама считает, что «эруфа цирот» тоже сделать нельзя. Почему? Отдельный вопрос, кстати. Ну, правильно Аня сказала. Действительно. Если мы до Йомтова уже сделали «эруфа цирот» на этот Йомтов, да? Да мы не делали никакого «эруфа цирот» на этот Йомтов, потому что нам это не нужно было. Мы совершенно не собираемся с Йомтов куда-то идти. А вот с шаббатом как раз очень даже интересно. Потому что вот в Йомтову в пятницу нам идти решить не некуда. Мы сидим дома, выпиваем, закусываем с семьей, все дела. Это вот праздник. Но на следующий день, он будет в субботу. И вот там вот в соседнем, в этом… Да, ну хорошо. У тебя там… Фалельдай. Фалельдай поближе, в Тхоа. Тхоа как раз примерно пару километров, не знаю. Короче, вот где-то в этом месте приезжает важный… Да, но как ты можешь пойти туда в праздник, если ты не можешь. Ты не понял. Что ты не сделал, если ты не сделал до этого. Я что-то не понимаю. Я сейчас уже… Можешь пойти в праздник, если не сделал. А? Можешь пойти в праздник, если ты не сделал до этого. Да дойти-то до этой границы ты можешь. Да границ ты можешь в любой, в любой, да. Какая разница. А, а сделать… И там вот положить эту банку туну. И сказать… А это для шаббата. А это для шаббата. Я буду жить здесь. А, а можно сделать… И смогу ходить, наверное, на 2000 латвей туда. А можно сделать… В принципе, до праздника на два дня? Нужно сделать. До праздника на два дня. А вот это… Это в трактате «Эрувин» вопросы. Мне там… Кажут сегмент, но… Я точно ответа не помню. То есть, можно не сомневаться, что мудрецы об этом подумали, скажем так. Точно ответ прямо сейчас я не помню. Мне кажется, что… Мне кажется, что это точно так же, как во всех других «Эрувах». Это «да» завис от сохранности. Это таки «да» зависит от сохранности перечня. Но… Но 100% я не помню. Вот. Все вопросы, которые «Эрувин», это все написано очень очень подробно. Большую подробность. 100 листов. Ну, не 100, там 70. Вот. Да. Привет. У меня сейчас урок. Слушай. Я «да» могу приедать в «3». Хорошо. Ладно. Так. Окей. Хорошо. Мы можем двигаться дальше? Да. Отлично. Ещё на 2000 лапки. Пока мы трёх-то не прошли. Вот. Итма. Теперь, значит, мудрецы, вавилонские мудрецы обсуждают этот дел. Это была Бра, это… Давайте обсудим, что тут говорится. Равамар. Аллахака Танакама. Ушмой Амар. Аллахака Равямар. Встречалась от понятия Танакама? Нет. Танакама – это буквально первый мудрец, первый из дворящих. Кама – первый. Это то мнение, которое в Мишне или Брате приводится анонимное первое. Это называется Танакама. Ну, неизвестно, кто из этого, собственно, брать. А что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду тот, кто запретил и того, и другого. Танакама. В смысле? Ну, мы сейчас… Что тот, кто запретил делать и эрубейтхумин, и эрубейтхумин, и эрубейтхумин. Рав, двай. Правильно запретить все это все. А Шумой – это Аллахак и Раби. Да? Что этого можно, а этого нельзя. То есть первое мнение? Первое мнение? Да, 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 да. Итмар – это то же самое, что… Таня только про Амараи. Итмар вводится в некоторые заявления, некоторые заявления более поздних мадрецов Амараи. Сказано. Было сказано. Итак, Рауамар Тететен, Чмолямар Тететен и Байлеву. А теперь еще более поздние мадрецы обсуждают между собой… Итмар – это… в чем его похоже на Таня? В том смысле, что Рау рассматривается более поздными мадрецами, как некоторые авторитетные высказывания. И его как бы из песни не выкинешь. И теперь вот мы приходим еще там лет через двести. Ах, через сто. Вот. И у нас есть вот этот материал. У нас есть вот эта Брайта. И у нас есть высказывания Рау и Шмуля. И теперь мы обсуждаем, когда они говорят и Байлеву, это значит, что они сидят в Бернинграше и задаются некоторым вопросам. Значит, мы задаемся вопросом. Так что перевести? Я не знаю. Встал перед ними вопрос. Вот как это перевести, я думаю, на Павер на Павер. Просто надо понимать, кто такие они. Они – это некоторые мадрецы более поздних поколений, которые сидят и рядят с вами Бернинграше. Да, да. И осматривают то, что к ним пришло до этого. Да. Аллаха кэра били кула оля кума. Они, значит, сидят в Чеш-треку. А закон, вот там, где вот Шмуль говорит, аллаха кэра били кула оля кума. Он имеет в виду, что аллаха кэра били кула или кума. Да? В смысле, что это то, что сейчас скажут Гиман. Ты совершенно права. Значит, пши-то далеку лакама. Еще раз. Значит, вот сидят мадрецы Бернинграше, до них доходят некоторые сведения как бы, некоторые сведения Бральта, вот это вот высказывание Рава и Шмуя. Они говорят, что? А что? А что, собственно, почему? Аллаха кэта на каму. То есть, по первому мнению, по первому анонимному мнению, что запретить все. А потом пришел Рава и говорит, такой Рав можно, а такой Рав нельзя. И потом спросили, а вот это мнение Рава? Нет, 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 нет. Потом пришли Рава и Шмуя. Рав сказал, что аллаха кэта на каму, да аллаха кэра били. Еще через 100 лет или, может быть, через 200, пришли, значит, еще какие-то люди, да, какие-то мадрецы и, значит, осталось вопрос. Когда Шмуль сказал аллаха кэраби, он что имел в виду? Что надо устрожать или надо облегчать? Ой, блин, стоп! Это ровно следующая фраза Гимаха, да? Пшито де кулакам. Понятно же, что Раби сказал в сторону облегчения, да? Можно так. Мишут де шаллах, раби лазар легула. Оказывается, у нас есть некоторое вторжение. В промежутке есть некоторое вторжение. Вторжение нас, израильчан, их вавилонских хемеров. Раби лазар лезет галилеяне. А, да? Вообще-то да. Ну, простой этот самый, раб. Вавилонянин, раби, как правило, палестинец. Почему? Потому что титул раби присваивали только в Израиле. Самый адрес, раби, как правило, палестинец? Нет, самым адресом, конечно, палестинец. Раби? Да что? Нет, раби тогда еще вавилонян, что в заводе ехали. Что? Нет, нет, было много, не при нем было много вавилонян, которые приехали сюда. Но действовали, они обязаны были действовать здесь, чтобы получить этот титул. Какое что? Начало четвертого века. А раби – это автор Винчина. То есть, я говорю, стоит Винчина. Прости? Ну, кто же им сторож? Шестое – это уже после церкви. Считается, что Талмуд завершен примерно в 500-м году. То есть, в шестом уже никак. В пятом, четвертом, пятом. Это где-то так. Раби Лазар от раби отстоит примерно на два с половиной поколения. На два поколения. В десятилетия? В десятилетия? Около того. Это конец четвертого века. Это я так понимаю. Потому что его учителем был раби Йоханом, который молодым застал раби, старого раби. Учителем раби Лазара был раби Йоханом, который умер в очень преклонном возрасте, застал молодым старого раби. А это все из-за нового работы и писатель побычных источников? Прости, пожалуйста. То, чем был учителем? Да, да. Это обычно просто вычисляются по Талмуду. И приходит специальные люди, там, Гаунин, например, или там еще кто, который просто фаршурная Талмуда и это самое расписанное. Ну, про раби Лазара я случайно боюсь сам. Ну, вот. В смысле, что есть известная история, где совершенно очевидно, кто он кому приходился. А раби – это автор Мишны? А раби – это автор Мишны. Который писал здесь? Ну, не прямо здесь. Прямо здесь тогда еврей не жил. В Твери. Ну, раби как раз даже не совсем в Твери. Мы не всегда в Твери, но… Ну, в общем, в целом, да. Здесь были люди. Здесь были люди. Время запрещали жить. И злобно запрещали здесь и время жить. После двух кровавых и тяжелых восстаний. То есть раби – это где-то второе? Еще раз. Начало четвертого. Раби – это начало четвертого? Раби – это начало четвертого. А раби – это завтра уже конец четвертого. Ближе к концу четвертого, да. Среди наконец ушел. Вот. Итак. Значит. Вот я, кстати… Эта субья, она очень демонстративная в этом смысле. Мишунда Шалах, Раби Лазар и Гулах. Да. А дело в том, что Раби Лазар послал послание, некое послание в диаспору. Гулах, да. Ну да. Имейте, прежде всего, в виду в Вавилонском. У меня связь был. А Раби сам разрешать. То есть, Раби Ля Кулах. Эти самые, значит, Ля Кулах. Вот все, ребята, наоборот. На самом-то деле, мнение в райце следует учить наоборот. Да. То есть, по Тани Каме можно, а по Раби как раз нельзя. Ну как же? Это следующее, да? Майя. И тогда... Нет, это нам объясняет, почему на них вообще встал этот вопрос. Да? Ля Кулах или Ля Кубра. Потому что, оказывается, у них было две версии. Две версии происходящего, да? Одна версия, которая дошла до них по традиции, по некой их боговомской традиции, да? Где мудрецы, ну, Танакам, условный Танакам шел Ля Кубра, а условный Раби ушел Ля Кубра. И одна версия сообщена именно Раби Лазаром. Кстати, что очень хорошо отражает нам, ну, взаимодействие. Посмотрите, как взаимодействовали, как силы взаимодействовали в этом мире, да? То есть, как бы, Раби Лазар пишет им, что, ребята, вы все были... В 10-50 лет вы были не правы. Ну, к его времени не в 10-50 лет, а всего 50, но... Как бы... Ну, вы были, тем не менее, не правы. И учить нужно ровно наоборот. Вот ровно, вот ровно совсем наоборот. То есть, этот учил то, а этот учил это. Потому что всегда это страшно. Ну, не почему? Потому что, потому что Раби Лазар знает лучше. Нет, но он... Да, да. Не про вообще. Не про то, что Раби занимает жесткую и, как бы, холерикальную позицию, а Мадресина будет прогрессивно. Нет. Он говорит именно про эту частную братью. Что эту частную братью, и до меня, говорит, дошли слухи. Раби Лазар, кстати, сам, если я не ошибаюсь, уже война из каждой, но могу ошибаться в данном случае. До меня росли слухи, что вы там, в Вавилоне, эту братью получите вот так. Так вот, все наоборот. У меня эта братья из верных рук, как бы, я ее получил там у самого, можно сказать, Раби Йоханова, который этого Раби видел, ну, Грабонова тоже видел, но, как бы, в смысле, что я знаю, что говорю. У нас, как бы, на самом деле, братья Инария. Инария. А Ром обратно. То есть, смотрите, содержательного этого элемента, как бы, не вносит. Это выносит нам, кто что сказал, да, это безумно важно. Не тому, но безумно важно, кто что сказал. Ну, по многим причинам. Например, потому что потом, лет через 200, найдутся умники, которые будут сопоставлять твои мнения между собой и делать из этого какие-то выводы. поэтому очень важно, чтобы твои слова передавались как твои, а не как дядя Васина. Потому что иначе сравнивать-то не с чем будет. Ну, в смысле, иначе сравнивать будут с дядей Васиной. Получится какая-то неувязка. Мы просто сейчас вот глазами увидим, как это как-то работает. И тогда. Теперь вопрос. Май. Так, раби ты лекула или лекума? И таки что? Ташма. Теперь слушаем. Слушайте. Слушайте. Слушайте сюда. Такая история. Когда вот этот вот господин Равтоклип и Боров Диме. Ава Дувда это значит, это реально значит, когда его спросили как надо, как надо физически делать, он сказал как. Вот. Ну, не реально сам вот лично, ручками там чего-то там носил эту банку ТУЛ или там что-то, что там где-то. Вот. Ава Дувда это, это прежде всего, значит, пасак. Да? Ава Дувда сказал, что надо делать. Он как глава некоторой местной общины, да, или там, как уважаемый человек некого города, к нему пришли и сказали. Вот. А вот теперь вот чисто физически, это прямо сегодня. Слушайте. Вот у нас сегодня праздник. Завтра суббота. Вот что мне делать? Вот мне лично. Он говорит. Ава Дувда, Квата или Шиму. Сделать так, как рекомендовал Шиму. То есть, сделал по Раби. По какому из Раби, да, по Раби, по Раби анонимному или по Раби Рабилиезрову или Азарову, мы не знаем пока. Сейчас будем выяснять. Вот. Вот. Но Ра и Ра по этому поводу сказал. Ну, Ра, который спорил, собственно, с Раби. Ну, Ра, который спорил, собственно, с Раби. Ну, и, соответственно, с Раби, да. Ра сказал. Начало... А ты что читал? Я читал. Я читал. Я перевожу. И Ра сказал по этому поводу. Вот начал-то этот... Мужик хороший, да, начал... Что-то он плохо. Начало указ... Ну, Ра это то, что делает, собственно, Рави, да. Указывает, да. Указывает, да. Указывает, как надо. Вот начало указаний этого мудреца к порче. Я ровно дословно перевел. Просто слово в слово. Что? Цурва-дар-бадан, это... Это... Талмит Хакхан. Нет, что такое цурва, я, кстати, не знаю. Никогда-то смотрел, но не помню еще. Надо еще раз вот посмотреть. Начало указаний этого мудреца, оно... Ну, смотри, он был мудрец, как бы. Он... Это... 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 Ну, смотри, он был мудрец, как бы. Такое представление, которое он издал в социальных качествах. Это Трафтахлиф. Это Трафтахлиф, да. И он, говорит, вот начал... Ну, ну, хреново он начал. Прямо скажу. Но хреново не просто хреново, а конкретно хреново, да. Для Келькура, да, он создал некоторую порчу. И вот из этого слова Келькура они пытаются сделать некоторые выводы, да. Он говорит, что такое Келькуль? Да, что такое вот эта порча? Порча – это когда он разрешил что-то не разволено. Когда он запретил что-то дозволено, и никакой порчи быть не может. Да? Люди... Ну, просто... Просто они стали меньше кушать. В смысле... В смысле, что у них появилось меньше немножко возможностей. Но, как бы, торт они не нарушили, правда? То есть, если человек вообще никогда ничего не делает... Нет, это я извините. Это я даже моим колюбом немножечко полез наружу. Но, серьезно. Если тебе вообще... Чего-то запрещено делать вообще все. Вот представим себе. Мы приходим к Равину, и нам Равин уходит в полную несознанку. Вот дико отрицал его, да. Вот тебе вообще ничего делать нельзя. Ходить нельзя, есть там, ничего нельзя. Ты, конечно, умрешь быстро, да. Но торт не нарушит ни о ни едином, ни едином движении. Да? Это, собственно, они озвучивают. Он говорит, если ты говоришь, что он сказал... Он разрешил, дозволил нечто. Это понятно, что с точки зрения Равы. Это будет Киркут. Да? Порча. В том смысле, что он разрешил нечто недозволенное. Да? И все люди побежали делать вот этот самый Руф Хольцерот, который на самом деле делать нельзя. Но если он пошел по устражению, да, и сказал, за нить невозвращая, все, значит, запретим. И Руф Хольцерот, и Руф Токумин. Ничего мы делать не будем. Их держит Киркут. Они сидят себе по домам и не делают ничего такого нормального. Он говорит... И из этого они делают вывод, понимаете, да, для чего, собственно, это все придумано. Из этого они делают вывод, что Шмуэль шел по первой версии. Брайки. До поправки Раби Лазара. Ну что, в общем-то, и логично Раби Лазар же он в площади. Можем поправить? Можно поправить? Можно, да. Сейчас. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Спокойно, спокойно. Сейчас, секундочку. Во-первых, мы еще не закончим. Во-вторых, она, конечно, влияет. Потому что она влияет. Потому что, когда некие мудрецы говорят, обсуждают нечто, говорят, Аллахак и Раби, что они, собственно, имеют в виду? И это, собственно, и обсуждается. Что имеется в виду? Имеется в виду, что та версия Брайта, с которой иначе, где Раби разрешают, агрессы запрещают. Или та версия, которая перед Раби Лазар, где Раби запрещают агрессию. Мы еще пока никуда не вернули. Мы описываем восьмерки воздухами. Мы еще не летим. Мы еще летим. Он говорит, что такое келькуль? Если речь идет о кольле, в чем состоит келькуль? В чем состоит колькуль? Кевандами калькали барабин, а не келькуль? Он говорит, а вот в этом самом неудобстве А, нет, не в этом самом неудобстве. Еще смешнее. Вот Раш пишет. Эшешефахин, метатрилин, бело и рун. Они говорят так. Что значит келькуль? Келькуль – это лодка. Вот они приходят в субботу к этому Рабу. Он говорит, запрещаем. Всего нельзя. Они не делают. А на следующий день, в субботу, они привыкли, что у них уже есть ирофа, а у них его нет. Они по забывчивости. Сына Бога своей молитвой не помогает, естественно. А этого они не дают. Вот это и есть келькуль. Келькуль, если он сделал недолжную хумбу, да? Ага. Да? Что такое? Это же все одно мнение по поводу другого. Ну, надо все это хорошо в голове держать. Кто на ком стоял и чего они говорили. Может, это не так? Мирич, не совершенно все равно. СС. Не доказали. А, да. Ну, там даже разница. Вот. Теперь мы понимаем, да, что недолжная хумба, она приводит такие, к еще более серьезным некоторым с нарушением торы, да? Тут, ну, ну сделали бы ирофу. А на концов, чего они там такого уж нарушили? Пошли по одному мнению или по другому, да? А вот если они будут носить без ирофа, они нарушили закон торы. Это уже совсем-совсем классно. Амар-рава, амар-рав, хизда, амар-раву-инам. Алахаки-раби вэля-асу. Вердикт, последний вердикт, как бы, толпы в Вавилонском. Наверное, большой и весьма толпы в Вавилонском. Это серьезно. Звезды первого вечера. Все правильно. Значит, что они идут по мнению, как бы по мнению Шмуля. Аллахаки-раби. Но толкуют этого. Раби, как запретить все? По версии Раби Лазар. По версии Раби Лазар. То есть нужно делать до праздника. А вот получается, что нужно делать до праздника. В том числе и ухо-цирот, который на праздник тебе на самом деле влияет никак. И не нужен тебе ни за чем. Просто тоже, чтобы все не забыть, все уже сделать до праздника и все. Нет, чтобы не делать до сам праздника. И уж тем более не оставаться без его. Мы же только что выяснили. Только что выяснили. Если ты начнешь что-то делать в самом праздник, то ты нарушишь некоторое мнение. Условно говоря, правильное. Но если уж ты не сделаешь его вовсе, то ты с высокой контактностью начнешь нарушать ту руку. Да. Да, Аня. И заслушаю внимание. Если вы хотите восстановить логику, Раби сказал, что нужно делать у них как сирот. Да. Потом приходит этот Раби Аль-Азар говорит, что на самом деле он сказал неопарно. Да. И приводит вот рассказ про этого. Кто приводит рассказ? Раби Аль-Азар ничего не приводит. Нам приводит рассказ. Нам приводит рассказ, да. Рафтоклифа. Рафтоклифа по Рафдине, да. Рафтоклиф, который что сделал? Мы знаем, что он в соответствии с Раби делал? Да. Что он сделал? А мы не знаем, что он сделал. А мы знаем, что он сделал. Ну вот об этом и речь. Мы знаем, что он сделал как по Шмолю, то есть по Раби. Раби Аль-Азар сказал, что он испортил. И Раф, который противостоял Шмолюфу, сказал, что он испортил. На самом деле Раф был не прав. Только вопрос, что они все имели в виду? Вот. И под конец, значит нам… Я не понимаю, что он сделал по Раби. Не разрешил тогда, понятно. Или сделал по Раби, если он сделал по Раби и разрешил, то понятно, что он нанёс пельку именно этим. С точки зрения Ра. Он сделал не должное позволение. Да? Тогда Раби Аль-Азар не прав, что он прав. Мы не знаем, он прав или не прав. Ну как, ведь он сделал по Раби и разрешил? Правильно, нет, понятно. Я и говорил, что мы не знаем, мы решили установить, кто прав. мы пытаемся установить как в реальной вавилонской жизни вели себя люди в этой связи и когда мы смотрим как они собственно себя вели в этой связи мы и понимаем, прав был Рабиназар или не прав ну или точнее приняли его по праву или не приняли прав он был не прав на небесах решали когда-нибудь Господь призовет на всех носов и скажет, прав ты или не прав а пока мы не знаем нам хотя бы узнать, что он сказал и в конце концов авторитетная комиссия из трех ведущих мудрецов своих поколений как бы Рабуна, Архизда и Рова это все ребята, ребята чтеча не теряем поставили, что Раби Элизар прав у нас нет а дискуссия прорисла то есть установить установить с помощью логических инструментов на нас не получилось что мы делаем, когда логические инструменты не работают одно из двух, грубо говоря либо опираемся на традицию одно из полутора опираемся на традицию либо авторитет, что иногда одно и то же ну вот, собственно это то, что мы сделали то, что они здесь сделали они сделали некоторые продавили некоторые слабые решения сила его состоит в том что спорить одновременно с Равом Макумуной, Архиздой и Ровой мало кто решится ну я знаю двух таких смелых пример наблюдателей но они здесь не возникают да, все винили одновременно ну вот ну вот собственно они 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 авторитеты считают что та традиция которая как бы нам нам продает Раби Азар правильная все дискуссия закрыта ну в смысле о чем мы дальше будем рассуждать никаких аргументов нас больше не нет мы уже поняли как 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 то что то та история про этого автоклифа как бы может работать и в ту сторону и в эту при этом по логическому решению мы занимались в правильной да нет вообще не но но как бы по по тому логическому решению которое мы приняли мы можем судить что они считали по этому поводу да это да совместно важно ну можно можно тогда совместно вперед таму Рабана йом то шиха льет башабад это у нас будет сейчас да а это у нас будет сейчас точно у нас будет и то и другое в одном просто да а то теперь нужно точно знать как себя вести вот так давайте разберемся сейчас возьму рассмотреть менте во-первых что оно здесь как оно здесь оказалось тут что называется я как раз посмотрел сегодня утром он что-то поэту пишет вот вот поэтому мадуа ифсик балахазо шлим фила бутовджина ирухтов шлим да что что делает что делает законы о молитве внутри законов а ирухтов шлим как оно здесь как оно наступало то вэ ешломар кякеж унашин шеяф алаха зупа сак алаха лук из еврей раби бога некий маргинальный комментатор цалах не знаю так объясняет что она здесь пришла по худым жнаховствам потому что как бы они среф мавали раби сразу и и раби там еще будут его еще пока нет значит теперь итак значит ассоциирование емтов выпадает на судьбу как молиться в эту судьбу молиться имеется ввиду филя имеется ввиду всегда шмонеза да то что им говорят митиполерия это всегда темно имеется ввиду шмонеза вот значит от шмонеза у нас как мы знаем как знают все кто хотя бы иногда боится субботу от шмонеза суббота остается всему ничего а именно три начальные богословения три заключительных богословения и посредине их нечто что называется душа в данном случае называется душа таян да три первых и три последних никуда не деваются они их нельзя не убивают все всю середину как бы всю середину принято как раз заменять не принято читать правильно или если угодно мы молимся восемь благословений то есть три первых благословения про субботу и благословения про емко и потом еще три последних получается восемь это сейчас внедрю на это понимание уны анька да понятно ясно убейли добры мет полет шеева матхель башен шаббат месаим башен шаббат вы уме душа таян поэм цена он говорит а по мне так кажется что ищвы не вполне достаточно говорит дебили три во-первых мы зачнем зачином про субботу мы закончим некоторым будем легким душем субботным а в середине мы ставим нету общего общего доставления про субботу и праздник суббот и праздник и данный праздник а почему же шеба потому что три три они не только убийцы нет то что матхель башен шаббат это не не в четко является кто он имел ввиду на самом деле непонятно что он имел это то что мы не делаем сегодня не не в явном виде нет возможно он имел в первую браку неплохо бы вставить некоторые упоминания и в последнюю браку неплохо бы вставить некоторые упоминания и суббота но этого не делает поэтому ашкам отдать ли тебе гемарку поэтому поскольку мы этого не делаем точно не доисшешься что он там имел в виду на самом деле дед шамань считал что три три плюс шаббат плюс йон то байк говорит три три плюс некая общая молитва в среде нету общее богословение в среде подожди а в душа таем это и есть душа таем что нет еще раз бед шамань бед шамань говорит что у нас есть две в душа таем один в душа таем в шильонтов другой в душа таем в шаббат а бед геляй говорит как мы сейчас делаем объединяем их в одно богословение какое именно это богословение то что мы делаем опять же сегодня прямо сейчас освещающий субботу израиль и времена ну праздник да 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 это когда вот сидит вот эта тана попка да он человек который который обладающий феноменальной памятью и запоминающий огромное количество материалов да вот он сидит и что да он близко к минитофону вот или там библиотеки прямой так сказать вот вот он значит ты его включаешь и он тебе говорит та 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 да ну вроде да и вот перед раввином сидит вот такой раввином это человек из последних парень индивидцов то есть сидит такой вот значит вот этот вот тана и говорит воспользует вот эту брайбу которую мы тут что прочли но в рамках неё он читает началING technology мекадыш эст рыль ва шаббат вы Streaming меняет немножко порядок слова. Амар лейв. А ту шаббат израиль меккат шинит? Ва шаббат меккат шава кайма? Он говорит, подожди, как ты сказал, ты сказал? Исраиль ва шаббат, да? То есть Исраиль как бы имеет отношение к субботе. А разве субботу освящают Израиль? Суббота сама по себе освящается. Понятно, в чем разница, да? Суббота автоматически, она от семи дней творения, вот с тех пор она всегда выпадает на одно и то же время. Мы могли бы написать календарь буквально в первый день творения, и он бы работал прямо сейчас. В смысле субботы. А в смысле праздников не могли бы. Почему? Потому что праздники именно, что освящаются Израилем. Мы же, мы говорим, когда месяц наступает. Если мы не скажем, он не наступит. Ну или наступит по-другому-другому. Так подожди, то есть надо... Надо, чтобы Израиль соседствовал не с субботы, а с Исмамины. Которых он, собственно, и назначает, да? Совершенно верно. То есть сначала на Кадеша Шаббат? Да. Шаббат осветил именно, что сам Бог когда-то давно учит Давыдов. И оно все работает, до сих пор работает. Оно не умеет иначе, оно как в седьмой день, автоматически выпадает. А праздники нет. Они могут, как мы знаем, могут даже по ошибке переноситься. Известная история проемки. Там Новый месяц, надо знать, он был неправильным. Вот. Еще раз. Махлокет, Махлокет там был, был совсем другой. Судьба Махлокета была, была не в этом. Все признавали, что с астрономической точки зрения Роуш-Кодыш-Тишей выпал тогда, когда говорил Раде Яшу. Но Крабану и Гамриэлю пришли на два надежных свидетельства. Он это очень-очень тщательно допросил. И он не нашел предварительного слова. Ему пришлось назначить этот день раньше. Когда никакого места, видно, не было на самом деле. Не могло быть. По анонимическим соображениям. Раде Яшу говорит, позвольте. Но ведь его уже на самом деле не было. Как же вы можете? Он говорит, а вот, понимаете как... Дорогой мой, Рабе Яшуа, ведь... Насначально Он заставил его идти, да? Дальше там получилось, что у них расхождение в ёмкий пор, наверное, в ёмкий пор надел, и он заставил его в его ёмкий пор как бы прийти с палкой и сумкой, там, что-то такое, там, его полотно. Как шелёк, да? Ну, у него исчезло, там, да, может быть, шелёк. То есть нарушил свой собственный ёмкий пор. Очень было тяжело Раби Ашоу, но ему пришлось это сделать. Ну, после этого, собственно, Раби Ашоу? Нет, не после этого, а после следующей истории. Ну, неважно. Я бы ещё сошла. Ну, когда таких историй накатилось несколько, Раби Ашоу просто сместились по стране. Ну, ненадолго, впрочем, потом вернули. Он пошёл извиняться. Он пошёл извиняться, да. Да, он пошёл извиняться Каби Ашоу, да, да. История, да. История Абут в Петраше, в 20-х истах, когда Раби Ашоу. Очень красивая история, Саняш. Вот. Он говорит... Элла эйма, мекалеша шаббата, Сраэль лазманим. Вот так можно говорить. Он говорит так. Освещающий субботу, Израиль и времена. Да. Амара ивосев. Аллахак и Раби, у кадетары с Раби, Раби. Да. Закон идёт по мнению Раби и в том виде, в котором его, как бы, обосновал Раби. Как мы сегодня, собственно, говорим. Кадыш Ашарат, Сраэль лазманим. И как мы будем члены идеальны? Ну, как и говорить. Будет говорить именно так. Вот. Тануэбану. Прости, пожалуйста. А где был этот... Прости, пожалуйста. Где здесь этот Раби? Он здесь... Ну, раньше упоминался, да? Да. Когда он... Это же... Когда ошибка... Когда была вот... Нас интересно. У нас весь сегодняшний урок про свечения, как бы, некоторых... Разных версий, разного, разного всего. Кто-то приходит и говорит. Кто-то приходит и говорит. А мы должны понять. Он говорит дело или он ерунду какую-то ходит. Я думаю, что, на самом-то деле, эти истории... В том смысле, что эта история про молитву, она пришла из-за этого. Не из-за того просто, что это Раби там или там Раби тут Раби. А именно из-за того, что там свечение версий по каким-то там... И тут свечение версий. Только там оказалось, что версия неубиваема и не поддерживаема никакой логикой. И поэтому она поддерживается авторитетами. А здесь выясняется, что прямо логикой мы можем ее, как бы, опровергнуть. Какой-то некий человек говорит. Я вот точно помню, что вот так там было сказано. Я не могу так сказать. А вот почему. Нет, это... В этом смысле я из диванной истории... Сейчас я не помню, по-моему, как-то. Про то, как Раби Акива объяснял своему учителю Раби Тарфону, что все не так, как на самом деле. Раби Тарфон говорит, что я точно помню молодость. Он из коэнского рода священника. Из коэнского рода. Что я точно помню, что вот в храме было так-то и так-то. Раби Акива, который никогда в храме не был, разложил ему, значит, из стихов, что было ровно не так, а вот совсем даже наоборот. Так, хорошо, а куда бы он делся? Раби Тарфон говорит, конечно! Именно так все и было. Я же просто забыл. Ну, в общем, короче. Да, это есть как-то? Да, да. Это дизайн-история. Вау. Я в каком-то. Не помню. Сейчас, где? Слушай, а ты в принципе сможешь что-то найти? Ну, вообще. Ну, это займет. Ну, в смысле, я подумаю, как ее разыскать. Сейчас просто ни одного ключевого слова не помню. Но попробовать могу. Подумаю. Окей. И вот здесь та же примерная история. Он говорит, я, говорит, помню, у меня есть вот эта вот версия. Твоя версия, извиняюсь, никуда не годится. И вот почему. Значит, окно и есть. Чего же. Танура Банан. Если они дошли до того места, где их логика не интересует. То реальная действительность, их не интересует, тем более. Слушай, я тебя перестал интересовать предпредыдущей серии. Нет, опять же, чуть не не самые известные стоят, одна из самых известных стоят в Палмуде и стимулисью ТЮТОЭДЭ, когда Раиш Лакеш и Робертман спорили о том, когда, ну, скажем, ВИЧ можно считать законченным изделием, после отковки или после закалки. Робертман говорит, что после отковки Раиш Лакеш говорит, что после закалки. Раиш Лакеш реально был там гладиатором, скорее всего, не рангойником, но это, в общем, не века, прямо скажем, вот, и доведенный до бешенства, я не знаю, что это реально, это реальная действительность. Робертман сказал, листимболистью ТЮТОЭДЭ, да, разбойник понимает разбойничье, вот, ну, в общем, короче, все это кончилось очень-очень, плохо, они оба умерли. Нет, проклят друг друга, страшно проклятся, скорее. Не-не-не, Роби Йохан ничего тяжелее этого самого, как вообще никогда не было. Нет, в смысле, что он не про это дело был совершенно, я даже борода не расслабил, как бы, он был фантастически красив, но не считался одним из признанных красавцев, потому что он не имел бороды, у него была женственная такая красавца. Не-не, он же, Роби Йохан, Азохан Вей, кто-то, мне даже, мне даже представить себе, но вот Роби Йохан, он такой, такой хитлый еврей-воечка. А Рэш-Лакис такой здоровый, такой рыжий пушик, который, конечно, блестит его, ну, да их, но проклят его, конечно, Роби Йохан, но раньше. А Роби Йохан уже потом стал спикнену, вот, и брешь его с этим отношением. Вот, ну, это вот, это из той же серии, вот, примерно, как Баум и Ция, там, там, как началось, значит, про, вот эту вот историю про Робелезера, про, когда его там отключали. Ну, интересно, да, мы нарушили окна, и вот это вот, да, оно и пошло-поехало, там вообще такое творится. Очень страшно. А это все Баум и Ция? Это все Баум и Ция. Ну, это следующий перг, это в Перг Азаав, а это в Перг Апуалин, да, где вот эта вот вся телега про Робелезера Барабишимана, это там в середине вставлено, в середине, в середине истории про Робелезера Барабишимана, где он на ментовке служил. Ну, а что, из песни слова не видно, что ты, я говорю, где сослужил, что ты делал? Да, и все от него отвернулись, он там вообще стал с боем, потом у него там была некленная мощь, короче, не надо, не надо, сейчас куда-то меня далеко унесет, как я говорю, давайте посмотрим, что у нас там. Танура Банан, шаббат шахал идет в Рош Кудеш, или в Кудеш, или в Кудеш, или в Моед. Арвит у шахарит у Менха. Так, если суббота попадает на Рош Кудеш. или на хор о море в вечернюю, утреннюю и дневную молитву то есть во всех трех молитвах а, но не в муссу почему он в муссу он произносит семь благословений то есть, опять, три начальных, три завершающих и в середине как его называется субботних а здесь вообще не идет речь о муссуфе я думаю, в первом, а то мы говорили тоже не про муссуфа, а именно еще раз, муссуфа, мы молимся муссуфа, а именно я говорю, что они здесь обсуждали не муссуф а то, что... здесь они перечисляют просто молитвы видишь, а хоритва Менха, где муссуфа а муссуф я как буду молиться я просто хочу тебе я хочу сказать, что то, что мы уже сейчас обсуждали там тоже речь не шла о муссуфе они не рассматривают муссуфа вот что я... а кто сказал, что я не вижу оснований такое утверждение, потому что они они ничего про это не говорят они мисполели и все то есть любая муссуфа, на которой ты говоришь... муссуф, ты говоришь, ты говоришь филу муссуф, почему нет? ну, вот так мне кажется потому что сфиланшевы это то, что называется... а в муссуфе, в том числе, может быть, филаншевы вот ты лично там не тяжелый партнер вообще семь богословений вместо восемнадцати а, филаншевы, но это не то, что муссуфа это шахарит, это праздничный шахарит это не муссуф, это я муссуф хорошо, хорошо, давай, вот ты мне объясни, я человек далекий от религии лично, но вот ты мне тогда объясни, а муссуф ты как произносишь, что богословение ты говоришь? в субботу в другую, обычную субботу, которая ни на что не указает а сколько можно говорить о муссуфе? можно сейчас собрать разные, разные, например... ну, подожди, ну, подожди, ну, класс я думаю, что, если вам еще говорится о молитве, я в муссуфе говорится о конкурбанах если вы... понял, муссах, муссах, он бразнивает можно молить о филу? ну, давайте посмотрим просто неужели у меня здесь сцед рулём? в общем, было бы странно, да когда мы говорим? ну, ну, richtig ладно, скажем дальше по-твоему ну, кто заход ну так тут здесь ты не есть я Я понимаю, что ты говоришь, не делаешь, но он и отчасти есть смысл. Есть смысл. Ну да, она не смынает сразу. Подожди. Только начала. Ну короче, вот тебе так кажется. Но потом мы сможем посмотреть. Нет, это не так важно, просто меня немножко задело то, что они его здесь не упомянули. А я тебе отвечаю, я тебе говорю на это, что они вообще... И ты не говоришь, я не вижу основательности. Они не говорят на это. Ну слушай, во-первых, это хорошо. Хорошо, допустим, они не говорят, но тогда почему они не говорят? Смотри, чем она вот так вот отвечает? У меня нет на это вопроса. Знаешь, я думаю, что это у меня есть инфлятивная. Так. Какой? Потому что Мушак, если я правильно понимаю, он же вообще праздничная маорьева. И там восемнадцатого словения не говорится никогда. Это очевидно, ну... Ну вот, так и там они говорят, что в шахте маорьев не говорят. Никакого. Говорим все, а не восемнадцать. А в Мусаке мы и так всегда говорим все. Так зачем он тогда... Ну, здесь они уже не говорят какие-то, не про какие восемнадцать. Нет. Наверное, это повыше. Ну, я ошибаться. Подожди секундочку. Сейчас. А это такое вот это вот... Да. Теперь, значит, что это такое? Мейму раба вуда, это значит, что в молитве, которая посвящена храму окружения... Ну, вообще раба вуда. Ну, учитывая, да. А говорится нечто, что отмечает, как бы, данное событие. Шашхудыш или праздник. Грубо говоря, то, что мы сегодня говорим... Ял и Вайаву. Ял и Вайаву. Угу. 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 Да, если же он не сказал это, то его возвращают, как бы, к этому месту. Да. Ну, в смысле... Ну, в смысле, если Кантер не сказал, если ведущий Марифу не сказал... А Мусаки же говорят, да? Да. Я все равно не понимаю, почему здесь нет Мусарфа. Нет, я понял, и Туитсу Ашки я понял, но... Говорят, говорят, говорят. Здесь нет Мусарфа, потому что мне кажется... Подожди, Ашки, а вот в Рошхудыш говорится Мусарфа. Конечно. А сколько там? Конечно. А сколько там богословений? А, кстати, это да там. А, нет, 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 помню. Что? Ну, слушайте, ну... Брошходы же не могут... Не могут они его убавить? Не знаю. А что знать-то? Ну, подожди. Ну, сейчас мы найдем. Ну, подожди. Ну, подожди. Нет, ну... Вы же явно это узнаете больше, чем мы все вместе. Я думаю, что мы так далеко засмеяться. Ну, мы уже просто выбираемся. Ну, я вам... Так, все. Давайте, действительно, давайте хотим чуть-чуть поодвинемся. Черт бы. Это же Эвовин и все такое. Они... Тоже верно. А, Рабелезер умер... А, вот видишь, неправильно. Правильно комментаторы спрашивали. А нифига нам все эти молитвы, как бы, где-то там? Только уведет нас совершенно в другую сторону. И точно увело. Да. Рабелезер умерба, да. Последний, ну, предпоследний, дословение в Муде. Надо говорить вот это вот все. Убамусафин. Вот! А вы говорите, нет. Есть. Убамусафин мадхиль башель шаббат. Умусаим башель шаббат. Уэмэ б душа таём ба эмца. Так, вот, я не концептирую. То есть он, как бы, получается, что он... То есть у нас что? У нас шаббат, который выпадает на полупраздника. Значит, он, как бы, когда он читает муссав? Он в начале, как упоминаю, в субботу. То есть он, как бы, как бы кедуш субботний в начале. Как бы кедуш субботний в конце. А в середину он помещает этот вот самый ровходыш или там чего-то. Там все равно семь получается. Потому что в субботу ты не можешь восемнадцать говорить. Ни мусс, ни нигде. Только это седьмое, оно не субботнее. Оно там пасхальное или там в субботу. А вот это я не был бы так уверен. Что он смотрит так? А почему здесь, наверное, на Васидуру? Это я никак понять не могу. Он говорит, Он говорит, всякий раз, когда произносится семь благословений вместо восемнадцати, ну там точнее девятнадцати, я думаю. Вот. То всякий раз, ну не важно, мусс это или сахарит, или там что угодно, то надо делать именно так. Сперва говоришь субботнюю приспуску, произносишь три благословения, три благословения, в середину вставляешь душа-ширьем. То есть, опять же, тот же Хурамоед, или тот же Росходыш, или еще чего-нибудь. Если это не Росходыш, а не Хурамоед, то просто Шабай. Шабай. Туша-ширьем. Да. Потом еще три благословения, и потом, конечно, Шадыш и Шаба-ширьем. То есть, они как, один, как говорят предыдущие ораторы, что нужно вставлять в другого духу, ну, в какое-то другое благословение, ВОДА или ВОДА. АМАРАВУНА. ЭЙН ВАЛАХА КУТО ЗУГ. Вот ту зуб – это вот, которые были вот сейчас. Рабан Шамон Менгемлей, Рабич Майюдмоши Рабьёхам Менглок. Паночка. Значит, она говорит, Закон у них не так уж. Часто как считают, блин, религиозные люди, вы вообще можете хоть когда-нибудь? Скажите мне что-нибудь. Ну что, я не помню. Это надо посмотреть. Какой вопрос? Как сейчас читают? Что в Мусафи читают? Да не в Мусафи, а где угодно. Я левая вода, где читают? А, это я тебе сейчас скажу. Подожди. Да, да, это безусловно. То есть ВОДА. ВОДА, да. Нет, ну понятно, что, понятно, что, и если Раб Ума сказал Эйна Алахатова, то ЗУ. Никто ему не возразил, где курсия закончилась, то понятно, что Эйна Алахатова, то ЗУ. А вот ЗУ как хотели? То ЗУ хотели во всех молитвах делать в начале упоминания субботы, в середину упоминания специальных дней, потом в третьих самых и конец. А сделали вместе? Нет. 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 В Коля МОЭТ или в РОЖХОДЭШ, ты не вставляешь ее в середину, этот РОЖХОДЭШ, ты ее вставляешь в эту ладу. Она посередине примерно. Не надо, примерно. И если это син, так она посередине, так она посередине. Где-то посередине. Окей. После нее МОДИМ и потом... Значит, если после нее МОДИМ, она уже не в середине. Да, все. Серьезно. Серьезно. Как же после нее три, если ты говоришь после нее МОДИМ? МОДИМ это приятный последний будет. Нет. Но это там МОДИМ. Все. Больше нет ничего. МОДИМ. Прости, пожалуйста. Ну. Это МОДИМ. МОДИМ, это где-то? МОДИМ. МОДИМ, это предпоследний будет словеняжка. Извини. Но это так. Ну, хорошо. Значит, это... А ВОДА четвертая, а... А ВОДА не четвертая, а ВОДА пятая. Пятая, короче. Ну. Ну. Об этом и речь. А НЕ четвертая. А НЕ четвертая. А НЕ четвертая. А четвертая, это... А четвертая, это... Ну все, давай мы поймем. Челат шаббат. Челат... Вот. Значит, давайте смотреть. Челат шаббат. Вот. Челат шаббат. Ну там же тоже будет, значит, шахаритный шаббат. Есть еще мусатный шаббат. Понимаете, в чем дело? Значит, вот если мы... То, что я вам говорю. Есть шахаритный шаббат. Да? Так. Нет, про Мусав, возможно, другая история. Нам просто открыть арабинец. Арабинец, конечно. Хорошо. Арабинец, все. Почему мы это открыли? Это мы это открыли. Это сама. Так. Что-то, 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 что-то. Да-да-да-да. Вот. Сфилат Амидал. Так. Первая работа, да, потом это сама. Нахайя Метлия. Потом Атака Душа. Потом Душа Шаббат. Отдельно. Сейчас. Подожди. Так, Душа Тьомашвилия. Душа Тьомашвилия. Душа Тьомашвилия. Говорите, когда Тьомашвилия. Душа Тьомашвилия. Шаббат. Они, как бы, с очень бойкой весь. Особенно, там, всякие, всякие мистические откровения. А дальше они впираются в законы Таатума и Тара. Никто, ни ухом, ни рывом, совершенно ничего не понятно. То есть, прорываешься, да, просто, как сквозь, я не знаю, как, я говорю, чрезвычные кусты, я так прорывался. Оставляю, там, куски мяса, нам все на, в общем, все очень плохо. А здесь-то чего мы, в сущности, ничего интересного. Ребят, а что вы еще, к чему вы сейчас занялись? Да, считаем, сами считают. Вот там, кто эти силы. А давайте мы сделаем это так. Мы продолжим, а на следующий урок вы нам расскажете, как дело обстоит? Не, ну просто вот, когда, видишь, то есть, когда они говорят «шелаб», просто они не имеют в виду мусав. Потому что я... Да нет, они же, они просто, просто, они, они считают, нет, здесь... Мусав, они именно отдельно рассказывают? Да, мусав, они именно с вами рассказывают. Ну да, я бы уже и сказала. Мусав другие законы. Ну да, 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 ну да. Окей. Амаров, Сьебар, Аши Амаров. Все, закончили тему про молитву. Не так нам было интересно все. Амаров, Сьебар, Аши Амаров. Мане Хадам рвит хумин, мием тавли хаверон. Ум оттене. А, это да, это очень интересно. Все знают, что в диаспоре праздники удваиваются. Мы об этом говорили уже, кстати, здесь. Почему? Кто понимает, почему? Свидетели не успевали. Не свидетели не успевали, а гонцы не успевали. Ну верно, только как бы, иди верно. Да, гонцы, гонцы могли не успеть, и как бы мы не знали. Мы, живущие там, в какой-нибудь там, Багдаде, скажем, никогда не знали точно, этот день у нас, например, дали 14, дали 15, грубо говоря. На всякий случай делали оба-два. Значит, значит так, теперь, это была преамбула, она была такая. Значит, они говорят, что человек, воля Дмитрия новшества, да, что можно, оказывается, в один из этих дней, в один из этих дней можно сделать рут-кумин на другой день. На следующий. То есть, ты выходишь в поле, с этой самой, по слову, ты банк и тунг. Ну, наша традиция лучше по сваренным яйцам, да, как занято, что, так, так, так называется. Вот, по сваренным яйцам. Значит, выходишь во чисто поле, на две тысячи, это, кладешь туда, 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 кладешь ты яйцо, и говоришь. А дальше, вот, а дальше интересно, что ты говоришь. Говоришь, ты, ну, ты чунай, да, условия. Не, 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 знаешь, нет, не условия. Условия примерно такое, как что он задний здесь сообщает. Можно было бы поискать в России, но не ли. Да, почему же? Мне не очень важно. Ингес карба, и он там врешен. Я читаю в России. Вы халушны, я милта, в инкомище, и в эре шабад. Умотны. И майом холь махар кудеш, в эру иру визру. В эмхиуф. И ни царих ляр, я в летавшилин. А почему летавшилин? А, это потому что, потому что дальше будет. Но, в любом случае, он говорит так. Вот он выходит в первый емкость, да, в первый емкость. Он выходит во чисто поле. Но ему туда еще можно. На две тысячи ловцей. Это с самым яйцом. И говорит, если сегодня йогурт, то я вообще ничего не делаю. Я просто сюда пришел, с яйцом в кармане. Не очень понятно, можно ли ему ходить сюда с яйцом. Ну, а в емкость вроде можно даже. В емкость даже вроде и можно. Я просто сюда пришел, положил яйцо. А если сегодня в холь, ведь из этих двух, двух емкость в Диаспоре, один непременно натравильный, а другой непременно нет. Да? Да. Поэтому, если сегодня йогурт, я пришел, положил яйцо, я завтра в любом случае могу туда входить, завтра будет холь. А если сегодня холь, то вот я сейчас сделаю вот этот обряд ритуал, и завтра в праздник смогу туда ходить. А раша еще добавляет, что, а нет, раша про последующие слова еще добавляет. А в емкость в Эру, это тьфу, точно тоже действует. Да, да, мы тут, если бы ты приходила на первую половину урока, ты бы это знал уже сейчас. Амарова, манех Адам Эрвейтов Шелин, ми йом Товле Хаверо, уматне. Да, значит, он говорит, и то же самое Рома говорит, и то же самое может сделать Рома Шелин. Мы не обязаны прямо с, то есть мы, в принципе, да, неплохо было бы сделать это с вечера, но мы не успели с вечера. И у нас так, у нас четверг, пятница и суббота, вот так. Четверг и пятница, это у нас, значит, не Мин Товим, а суббота, это суббота. И что мне сделать, чтобы не остаться голодным на субботу, если я в среду забыл, забыл положить влюбку. Жизнь. Да. Я кладу этот Ру в четверг и говорю, если сегодня, ну, опять же, то же самое песня, если сегодня Йом Тов, а завтра Холь, правильно, то я могу по-любому говорить, завтра, на какого года вы будете. Правильно? Оно так. И тогда то, что я сейчас здесь положил, как бы я просто так положил. А если завтра праздник, то сегодня Холь, вот эта линька, вот я и делаю, делаю полер. Нет, но суббота. Да, работает? Да. Работает. И все это работает в одну сторону, а в другую не работает. Если тот, кто говорит, что можно класть Ру в тупу линь, он сильнее. Да. И Ру в тупу шелинь нам встречается в ничто. Да. Это как бы, это чистый символ. Да. Мы сами себе придумали, что это точно нельзя это делать. Сами себе придумали, что как это сделать можно. Ну, понятно, да? То есть, мы сами себе запретили. Сами себе, и сами придумали, как разрешить. А вот про Тхумин, то да. Про Тхумин, это другое совсем. Там есть Махлокин, на самом деле. Если Тхумин, это Дурайт или Дарабонин. Если не ошибаюсь, мы говорим, это Сейраби и Акина. И не помню, кто считает так, но это точно Махлокин. Но, по крайней мере, хотя бы по одному из мнений, это вполне себе Дурайт. И даже по тому мнению, по которому Дарабон, древняя традиция как бы уходящего в mods radical. Не то, что мы прям позавчера из пальцев высосили. А Руэд учили, мы ровно позавчера высосили овки из этого самого пальца и совершенно его не скрывали. Вот. Да, Руэд Хумин, это другое дело. Поэтому, значит, он говорит, тот, кто считает, что можно это сделать, такой трюк можно делать с Руэд Хумин, тем более, он будет считать, что такой трюк можно делать с Руэд Хумин. Но тот, кто считает, что такой трюк можно делать строить решение, не обязательно считай, что так можно сделать и сроками. Маитама. А почему, собственно? Какое основание того, что я только что сказал? Нет, совсем нет. Не совсем. В смысле нет. Дела микны швита бы шаптало Ну, он примерно сказал то, что он сказал я. Только чуть более формально. Что мы не можем... Это примерно то, что говорят то, что говорят говорили нам в начале уроков. Помните про то, что Ируф Хацирот можно сделать? А Ируф ну, на самом деле тоже нельзя, но как бы ну, мы могли бы себе представить, что Ируф Хацирот как сделать можно. А Ируф Ткумин нельзя. Да? Так и тут он говорит. Но все-таки ты в сам тот день, когда тебе это дело запрещено ты устанавливаешь это правило на другой день, когда тебе это тоже будет запрещено. А это все-таки это все-таки самим на мероприятии. перевести этот РУф как бы я с этим справлялся, если бы мне за это платили деньги. Сейчас подумаю. Приобрести место... А! Вот как. Дело в том, что что мы делаем, когда что мы делаем, когда кладем РУф Ткумин? Яйцо на камушек там в пустыне. Что мы делаем? Мы приобретаем себе махунчевый этап. Да? Место жительства, как бы. Место жительства субботнего жительства. Так вот, приобрести место субботнего жительства в день, когда у тебя самого ну, суббота, не суббота, но подобный субботный день это нельзя. Это примерно дословный перевод тоже. То, что я здесь сказал. А вот есть еще проблемы. Я могу сейчас еще раз прохер. Я могу повторить еще раз. Что ты говоришь? Такие проблемы в жизни сейчас, да? Не, не, я не про жизнь. Я пока существенно про более прозаическую вещь. Танар Банан. Эйну финми йогдобли хаберон. Дальше следует замечательный пассаж. Убы мы там рух. Ну, неважно. Сейчас еще дойдем. Это самое. Они иногда делают такие вещи. Мадрецы учили. Не пекут хлеб с одного йогдоба на следующий. Ну, опять же, имеется в виду два условных йогдоба. А на самом деле говорили. Иногда у них появляется такое чувство юмора у них без того, как бы такое режущее, я бы сказал. Даже не курищее. Но иногда они уже просто безцепно это делают. Но это не на самом деле. А вот на самом деле сказали так. «Мемала аиша колхандарар басар. Ахал пи шина цериха лала отхитиха ахат. Мемала нахтум хавит сшил мая ахал пи шина цериха лала китон ахал ахал кгдам мэ кгдам мэ 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 Когда мы занимаемся, вот представьте, мы находимся в неком йогурте, ну уж не важно там даже более-менее голуёд, это не голуёд, но у нас нету как бы специального спецразрешения как бы готовить дачу, нет, у нас нет и рука, в общем, что мы можем в этой ситуации сделать? Как говорят, мы можем набить кастрюлю мясом, даже если нам нужно сегодня вот столько кусочек, и пекарь может наполнить огромную бочку водой, хотя на самом деле ему потребуется кушинчик, на котором это пекарь, да? Ну, сейчас понятно, сейчас будет понятно, почему про пекарь, но испечь он не может, он может только то, что ему реально нужно сегодня, воды он может наносить сколько угодно, как бы под предлогом того, что он час за месяц там кучу теста, но реально замесить кучу теста он не может, он может только то, что... А еще раз, не молейтесь, кульша, коль, акуши. Гдера, басара. Что это значит? Женщина может наполнить весь котел мясом, хотя ей нужен только кусочек один, и пекарь может наполнить бочку водой, несмотря на то, что ему нужен только кувшин один. То есть она может наготовить это мясо? Похоже на то. Вот что вопрос. Да, похоже на то. Сейчас посмотрим. Да, значит, смотри. Логика тут такая, это Раша объясняет, что у меня было. Малайша это так там. ДБХ тирхат с садой. Это одна и та же работа. Не делаешь больше работы. Свалил он мясо, много мяса в кастрюлю, поставил эту кастрюлю на огонь. Какая разница, ты варишь вот такую кастрюлю или вот такую кастрюлю? Да ты никакой, в существе. Теперь, то же самое с водой. Вроде как ты один раз ходил за водой. Принес два больших ведра, а не одно маленькое. Седра, на одной тоже примерно. Но не спечь ты не можешь, потому что это лишняя работа. Каждую лепешку нужно отдельно формовать, отдельно класть. А если ты сделаешь большую-большую лепешку, такой каравай, а тебе нужно реально стоить? Нет, если ты сделаешь такой каравай, он тебя в теку не испечется. Знаешь, как пекли тогда от плен? Примерно как сейчас бедуин. А, все так вот. Ну, примерно, да, не совсем, но примерно. Не так, не совсем так. Значит, это глиняная печь некоторых размеров, внутри которой горит огонь. А к стенкам лепятся эти самые лепешки. Они нагреваются с одной стороны от стенки, насколько я понимаю, от нагревшейся стенки самой печки, от углей, которые у тебя там горят. То есть, какое-то время ты их вытаскиваешь. Но каждую лепешку нужно отдельно вылепить, отдельно прилепить, как бы, к этой, к этой, значит, стенке. Отдельно вытащить. То есть, это все же работа каждый раз. Поэтому, если ты говоришь, я сейчас вот, ну, ну, не могу, я съеду, ну, четырех, четырех, пять за раз. Значит, я могу сделать 20. Ну, логика такая. Значит, Он говорит, тут же дело не только в работе и не работе, а потому что вкуснее получится. Если полная печь, если печь вся будет облеплена хлебом, то там будет, не знаю, припус, не знаю чего. Да, да. Ну, вот это да. Значит, если, если печка заполнила хлебом, то он получает вкуснее. Поэтому из этих собрали... Он засохнет, оставшись. Он не засохнет, оставшись, но останется на следующую субботу. Вот в чем дело. Наоборот, нам это безумно выгодно. Мы можем прямо сейчас, несмотря на то, что мы забыли про роботу шнур вчера, но мы можем прямо сейчас, как бы, напечь довольно много хлеба. Объяснив это тем, что вот так вкуснее. А то, что у нас так сейчас... Нет, ну, послушай, я действительно... Если, например, варить борщ... А так мы же, то есть, без робота шнуршины, можно наварить полную кастрюлю борща. На шаба. Нет, на йогу, а потом остался. Ну, он остался, да. Нет, а уж про борщ, это вопросов нет. Я был в практическом саду. Да? Что понятно, что борщ варит большой кастрюлю, и он однознательно к ней именно так. Вот. То есть, если ты хочешь, да, то есть, получается, что эруфтов шнуршины нужно реально для той еды, которую ты хочешь, чтобы она елась только в шаббат. Во-первых. Во-вторых. А во-вторых, эруфтов шнуршины нужен не для еды, а для мозга. Это я не устаю повторять, я, по-моему, каждый раз говорю. Эруфтов шнуршины для мозга, для того, что ты помнишь о том, что есть Творец, как бы, и он тебе запомнил определенные вещи. Что эти вещи такие-то и такие, что ты их обязан соблюдать. В общем, в этом, в этом прикол. Да, 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 да. Ты помнишь, ты помнишь, что там это обсуждалось? Что больше будет нам напоминать о Творце? То, что эруфтов шнуршины? Или что ты, наоборот, его не будешь делать, и ты хочешь помнить? На фон. На фон. Сколько? Амарова. Аллаха крабишь ему много назад. Весьмол. И такова Аллаха, что можно, что в случае с хлебом, а июнь, тем более с борщом, как бы... И с мясом, и с водой. Да, да. С мясом и с водой понятно почему. Там два раза ходить не надо. А с хлебом все же надо. Но даже при этом, если считается, что так получается вкуснее, то можно сделать. А вот когда написано, что Аллаха, что Аллаха, это что, что он на самом деле шел? Ну, Аллаха, обладать таким ситуациям, когда он может себе это позволить. Да, это он с вами вообще. Ты в этом все эти мнения рассмотрел? Да, да. Если у нас нету возражений, спора и никаких других, как бы, мнений по этому поводу, ну, это считается, что это Аллаха июнь. Можно посмотреть внизу и удивиться в этом данном случае. Здесь, кстати, у нас действительно пошла некоторая серия даже, когда они действительно в конце каждой судьи выдают некоторые пса-калафа. Ну, бездомно характерны. Да, ну, вот между нами девочки. То есть, как бы, это, ну, не про это вообще-то. Ну, иногда бывает, да, иногда вот они их развлекают, развлекают, что они могут и объективную реальность тоже контролировать. Не, ну, я считаю, что это совершенно невинная. Класс, спасибо. Все, а как это выключится? Спасибо. Что у нас будет на следующий раз? Значит, посмотрите.